вот так мы значит припарковались засада с парковками именно вот об этом ребята сегодня будем разговаривать в девятнадцатом году мы также поставили прямо на этом же месте свою машину вот прям тут и когда пришли машины уже не было у нас это случилось первый раз тогда еще у артемки болел живот он здесь поймал видимо какой-то вирус и было очень мощно потому что я вообще не знал чего делать об этом сейчас поговорим ребята всем привет вы на канале себя на чемоданах меня зовут замян мы сегодня в полном составе гуляем по сочи и этот выпуск я хочу сделать максимально ценный для вас ведь в данной ситуации может оказаться абсолютно каждый вот мы оказались я вам уже сказал сегодня расскажу вам что делать в этом случае если у вас в сочи эвакуировали машину как вы поняли по название видоса я его назвал украли у нас ничего не крали я очень надеюсь что у вас тоже ничего не украдут но когда приходите на место где вы поставили свой автомобиль и вдруг увидели что его нету вот лично у меня была первая такая мысля угнали и эту информацию нужно проверить возможно и угнали возможно эвакуировали не дай бог что и угнали вам нужно позвонить на мобильном телефоне давай руку артем 112 и уточнить действительно ли ее эвакуировали оператор на том краю провода вам расскажет значит за что эвакуировали где ее эвакуировали во сколько эвакуировали и куда ее увезли что касается сочи ядлера здесь если вы попадаете под эвакуацию увозят на парковку моремола чтобы выпуск получился гораздо интересней мы сейчас дойдем до моря покажем вам одно заведение нам она очень нравится покажем как там подают это блюдо естественно мы его попробуем заценим с вами этой поделимся информацией а потом мы с вами поедем на парковку моремола посмотрим где находится эта площадка куда привозят эти все машины посмотрим если у нас получится сколько это стоит рассчитать эвакуация если нет то расскажу на своем примере сколько это стоило в девятнадцатом году и вам все расскажу где поэтапно как забирать машину присаживайтесь удобнее и погнали да в сочи вообще полная засада ребята с парковками здесь их настолько минимум что конечно все ставят как попало на свой страх и риск именно так же и мы иногда тоже делаем и от эвакуации конечно никто не застрахован здесь эвакуация работает настолько быстро вот например даже сравнить с москвой они пока приезжают пока фотографируют знаете это все так все долго минут двадцать если кто-то попадется хорош человек он еще быстро вам позвонит вы прибежите и возможно все решить на месте сочи все работает буквально за считанные минуты 3-4 минуты и машину увезли поэтому будьте к этому готовы если вдруг вы решили припарковаться неправильно то буквально пять минут до по максимуму и всеобщем тачка уехала и так ребята в общем предположим да вы уже позвонили один один два вам точно это подтвердили что вам нужно сделать дальше здесь в сочи сейчас очень сильно развитые самокатные и шеринги то есть вы можете в принципе взять самокат и доскочить до афимола ой афимола море либо вы просто вызываете по-быстрому такси и едете все там такси буквально будет стоить рублей 200 250 по сравнению сколько вам придется отстегнуть за эвакуацию чтобы вернуть тачку это копейки все ребята вот мы дошли а пришли мы в медийное место гляньте здесь сколько людей медийное не потому что он медийный а потому что тут готовят очень вкусные мидии классно здесь по ценам 800 почти грамм 470 рублей стоит насенька вот заняла уже очередь сейчас мы возьмем канистру и будем тоже пробовать настен занимай очередь а я пока вам давайте пока насенька стоит покупает вот он я вам покажу обстановочку на пляжах есть центральные пляжи шезлонг 400 рублей целый день стоит такая обстановка тут и набережность как люди сидят кушают а сколько по времени ждать в общем ребятки такая вот подача виде вообще обычно подают в кастрюльках но людей очень-очень много поэтому стали давать просто таких коробки но в принципе норме каким-то соусом поле картошки правда насенька говорит тут маловато ну ладно и в общем сели мы вот таким вот видом прям возле морюшка перекусим ребята и поедем во фимо уже непосредственно продолжать выпуск по теме ребята мы перекусили добрались уже до машины у нас не эвакуировали слава богу едем в море мол покажу вам где что и как поехали ребятки еще в центре сочи есть такой парк находится он возле на стену и варим недалеко от море мола класса здесь вот один одна площадка есть вторая но зашли уж туда есть старая детская площадка и есть огромный скейт-парк смотрите здесь народу конечно вообще трындец но он прям класс вот кому интересно да кто любит например покатать то вот можете с ребятишками сюда приезжать здесь развлекаться такой сквер площадочка есть еще прям отлично что ребята тут есть набережная реки вот он начинается торговый центр море мол парковка море мол а здесь можно как погулять вот такая ребята тут а парковка самое что обратите внимание что когда у нас пера забрали машину нам сразу сказали что они очень любят эвакуировать машины с регионами то есть не краснодарские а другие да по крайней мере народу тут сейчас нет вот ребята огромная парковка но собственно это для тех кто приехал просто погулять в море мол а здесь уже непосредственно вот эта бу . на мое удивление здесь действительно очень мало сейчас точнее вообще никого вот он стоит эвакуатор мы когда сюда приехали мы стояли в очереди часа наверное полтора точно вот здесь вот в будке вы получается оплачиваете и вот на вот этой штраф стоянки забираете свою машину вот ну и в принципе она еще достаточно пустая когда мы забирались еще все было забито битком сейчас есть найду прикреплю свои видосы тогда тоже немножко снимал чтобы забрать машину вам нужно значит стс к страховка и водительское удостоверение если вдруг вы забыли ребята документы значит в машине ничего страшного вы просто вам дадут здесь возможность пройти на территорию и вы заберете документы и придете получать вот смотрите что нужно для получения нажимаете на паузу здесь можно рассчитаться карточкой спокойно вот такая вот история ребят вы когда сюда приедете вам будет естественно выписан штраф за неправильную парковку да смотря где вы припарковались плюс вы будете оплачивать эвакуатор здесь вот нет по ценам у нас по моему тогда вышло что-то в районе где-то 8000 рублей я вот точно не вспомню где-то примерно так и и в принципе все забираете и поехали ну и самое главное ребята паркуйтесь всегда аккуратненько лучше десять раз проверить чтоб не было никаких знаков что ребята вот такой вот отпуск у нас с вами получился делайте репосты свои социальные сети и самое главное паркуйтесь в правильных местах а лучше вообще на платных парковках я с вами прощаюсь увидимся с вами завтра же в новом видеоролике пока